И снова здравствуйте всем! В прошлый раз мы провели совершенно необычайную встречу. У меня в студии была гостья. И оказалось, что это вам, дорогие зрители, так понравилось, что за первые полдня ролика в сети его посмотрело почти 500 человек. Это абсолютный рекорд. Я учла ваши пожелания и впредь буду приглашать гостей в студию. Не только Лену с ее бусами и камнями, но, надеюсь, еще каких-нибудь интересных людей найду. А пока выяснилось, что не только вышивкой-ленточками вы занимаетесь, дорогие и уважаемые телезрители, но и бусиками тоже. Например, Ирина Рокчеева из Самары прислала образцы своих творений. Вот, посмотрите. Эти бусы она назвала смешными. Эти у нее получили название весенних. А здесь, посмотрите, целое колье. Я решила назвать его колье-пуговка. Здесь идеально сочетаются по цвету бусины или крупный бисер и пуговицы. И совершенно роскошный, на мой взгляд, кулон из бисера. Казалось бы, все из подручных средств, но очень красиво. Оцените мастерство Ирины Рокчеевой. А сегодня мы с вами займемся, опять же, вышивкой-ленточками. Вот, посмотрите. Скоро 14 февраля. Мы с вами, надеюсь, за это время должны успеть сделать подарки для наших любимых. Катюша Бурнаева, 13 лет, прислала вот такую вот идею. Вот эти вот сердечки. Итак, сегодня мы с вами сделаем вот такие сердечки. Давайте приступим. Первое, с чем вы должны определиться, ну, вы все, с тем, для чего будут они служить. Вот, в данном случае, у меня это красота на стенку в рамочке. И размер сердечек, само собой, зависит от размера паспарту. Нужно взять ткань основы, на которой мы будем вышивать, и определиться с размером окошечка. Вписать наши сердечки в этот размер. С чего я, собственно, и начну сейчас. Как я уже сказала, нужно определиться с размером. Нужно разобрать эту рамочку. Прямо наложить паспарту на нашу поле вышивки, на нашу ткань основу. И нарисовать вот это окошко. Обратите внимание, либо делайте это очень тонким, таким штрихом карандаша, либо возьмите чуть-чуть побольше расстояния, чтобы потом паспарту прикрыло ваши линии. Иногда стирать оказывается сложно. Стереть эту линию оказывается сложно, и она остается некрасивая, неприглядная на вышивке. Вот я все учла. Нарисовала окошечко больше, чем размер паспарту. Чуть-чуть. И вписала сюда два сердечка. Вот как Катюша и порекомендовала, они так пересекаются друг с другом. Теперь я должна буду закрепить в пяльцах ткань. И, собственно, приступить к вышивке. Пока я воплощала идею в жизнь, я уже успела учесть одну свою ошибку или недочет. Ну, я не знаю, как сказать. Вообще-то ничего страшного, но, на мой взгляд, вот эта белая ленточка, она издалека теряется, ее плохо видно. Поэтому здесь сейчас для второго сердечка я решила взять подходящую по тону вот такую ленту цвета старого золота. Ну и, как всегда, у нас закрепление ленточки. Как вы уже знаете, ленточка вставлена в уголку соответствующим образом. Перед этим она отрезана под углом 45 градусов. Смотрите, я начну вышивку с места пересечения сердечек. Я вывожу ленту на лицевую сторону и начинаю наше закрепление. В чем простота и изящество этой вышивки? Здесь закрепление произведено при помощи обычного стежка вперед иголку. Мы уже с вами делали такое. И повторим. Только нужно постараться, чтобы стежки были более-менее равномерного, ну, одинаковой длины. Смотрите, я вышиваю сейчас лентой шириной 7 миллиметров, поэтому длина моего стежка должна быть где-то сантиметр, чтобы ленточка выпрямилась и вот так у нас красиво лежала. Если сделать стежок коротенький, как вот здесь, он получится таким толстеньким. Обычный шов вперед иголку. Обращаю ваше внимание на острие сердечка. Вот мне нравится, когда оно такое остренькое. Мне оказалось, что нужно, чтобы вот одинаковые стежки были рядом или чтобы сам кончик был подчеркнут стежками. Ничего подобного. Вот как у вас пришел стежок вот сюда вот, вы его завершаете, стежок в хвостике сердечка, а следующий продолжаете там, ну, по порядку. То есть не старайтесь, чтобы у вас рядом было два, рядом два стежка. Пропуск, стежок, пропуск, стежок. Это так и нужно. Вот именно вот так вот, чтобы было. Таким образом мы подчеркнем форму сердечка, когда будем обкручивать его. Вот смотрите, вот это вот не целое сердечко, которое у нас прячется за первым. Мы завершили стежки наши обычные, да? Что мы теперь должны сделать? Я вывожу с переходом с таким иголку в месте выхода первого стежка на лицевую сторону. Сзади у меня остается такой переход. Он потом закроется, его не видно, будет ничего страшного. И начинаю подкладывать ленточку под наши уже проложенные готовые стежочки. Мы рисуем таким образом наше сердечко. Просто вот такими движениями. Тоже делаем стежки. Ну, подкладываем ленточку под уже имеющиеся. Вот. И выводим ленту наизнанку в месте ухода наизнанку наших стежков. Вот первое сердечко получилось. Теперь мы все то же самое сделаем с розовой ленточкой для второго сердечка. Давайте повторим еще раз. Повторение моего течения. Вот у меня рабочий конец ленточки. Обрезан под углом в 45 градусов, чтобы ленточка не махрилась. Я его вставляю в иголку. Иголку ввожу в ленту где-то на расстоянии сантиметра полутора. И теперь делаю узелок. У меня уже обожжен конец ленточки при помощи зажигалки. Я заворачиваю его раз и второй. И иголочку ввожу вот в эту складочку ленты, чтобы получить ленточный узелок. Многие зрительницы жалуются мне, что у них ну никак лента с иголкой не проходит сквозь ткань. И что у них уже и мозольки на пальчиках. И что вообще это безумно трудно. Ну иногда бывает трудно на первых порах. Но посмотрите, начните вышивать для первых разов тоненькой узенькой ленточкой. Чтобы она была с одной стороны блестящей, а с другой матовой. Чтобы она действительно была тоненькой ленточкой. Возьмите ткань с более редким переплетением. Я думаю, что у вас все получится. Итак, лента у нас готова. Начнем, да, откуда захотим. Вот, например, сверху сердечка. Выводим ленточку на лицевую сторону. Делаем стежочки. Примерно по сантиметру в длину стежки. Первый стежок самый сложный. Потому что не обмялся вот этот вот узелок ленточный. Дальше уже гораздо проще все будет делать. И лента проще входит, проходит сквозь ткань. Можно плотно не затягивать стежки. Оставлять их чуть-чуть объемными. Это как вам понравится. Здесь же вы творите собственный мир. Вот у меня розовая лента немножечко жестче, чем была золотая. Мне чуть-чуть сложнее ей работать. Но удовольствия от этого меньше не становится. Примерно по сантиметру. Закрепление может быть разным. Я вам сегодня сейчас показываю один из самых простых методов. Ну, то есть, что такое закрепление. Вы уже поняли. Сначала мы прокладываем стежки, а потом пропускаем через них ленту. И вот эта вот ленточка, свободная, у нас закреплена при помощи проложенных стежков. Можно делать еще миллионом других разных всяких способов. Конечно же, мы с вами о них поговорим, но немножечко попозже. Сегодня у нас вот этот способ. И все, последний стежок. Я делю оставшееся расстояние на одинаковые промежутки. Делаю последний стежок. И вывожу ленту на лицевую сторону, в той же точке, в которой выводила ее первый раз, вместе с выхода первого стежка. И теперь повторяю все то же самое, что делала до этого. Вот так вот пусть идет с обратной стороны. Сверху, снизу, чтобы подчеркнуть округлость сердечка. Вот. Теперь лучше. И последний стежок. Мы должны спрятать ленточку на иранку. Следим, чтобы она у нас не проходила через слишком много слоев сзади. Может мешать узелок. Вот. Сердечко сделали. И чтобы украсить, вот здесь, как предложила Катюша, я вышью три розочки. Две розовые, одну желтенькую. И вышью я их самым простым способом, который мы с вами изучали на первом уроке. Это розочка, вышитая одним движением. Если вам сейчас плохо видно, загрузите ролик, который называется Вышиваем розочку одним движением. Там очень подробно все это рассказано. Так, одна маленькая. Вторая. Вот на вторую у меня не хватит длины ленточки. Поэтому я, как всегда, применю военную хитрость. Я сначала выполню все движения иглой. То есть соберу ленту, вколю иголку в ткань. И только после этого остаточек ленточки воркну иголку. Чтобы добро не пропадало. Не вставлять же из одной маленькой розочки новую ленточку. Посмотрите вот сюда. Сейчас я на примере вот этого маленького хвостика научу вас еще одной военной хитрости. Я обожгу конец ленточки уже известным способом и приклею. Пока горячая ленточка, горячий хвостик, я его прям приклею к другой ленте. За счет температуры оно держится надежно. Так я бы не стала делать, если бы я украшала детскую одежку. Потому что во время стирки это может распасться, ну, расползтись. Но здесь это у нас панно. Мы уже договорились, что это панно. Оно у нас будет неподвижно висеть закрепленное. И поэтому мы можем себе позволить вот такое вот закрепление. Итак, у нас остался хвостик желтой ленточки. Сейчас я выведу ее на лицевую сторону и сделаю еще одну розочку. Самый краешек введу. поступлю я так же, потому что остаток ленты у меня короткий и новую ленточку мне вставлять не хочется. Я совершила все движения иглой. Уже ввела иголку в ткань. И я проведу иголку на ленточку. И здесь я сделаю то же самое. Я точно так же припаяю хвостик. Держится надежно. И нам осталось для большего правдоподобия и красоты сделать несколько листиков. Листики я сделаю обычным ленточным стежком. Вот мне хочется, чтобы они из этой точки выходили, эти листики. Вот я вывела ленту на лицевую сторону. Ввожу иголку через ленту в ткань. Делаю маленький листик. И еще один. Мне хочется, чтобы они выходили из одной точки. Но добиться этого не так просто, потому что в этой точке входит очень много ленты. Два листика. И третий. И третий листик. Все. На мой взгляд, композиция закончена. На мой взгляд, больше ничего не требуется. Для того, чтобы наша с вами картина приобрела законченный вид, нужно или купить специальные пяльца, которые с таким специальным приспособлением, чтобы их можно было повесить на стену, или, как я уже сказала, приобрести вот такую специальную рамочку с паспарту. Как сделать, чтобы картина приобрела вот такой законченный вид, как паспарту обтянуть тканью, как закрепить саму вышивку. Об этом я подробно рассказывала в уроке под названием «Новогодний сюрприз». Обратитесь, пожалуйста, туда и посмотрите. Там очень подробно я рассказывала про двусторонний скотч, про то, как это все закреплено. Открою еще одну тайну. Если вы вырезали ткань для основы немного больше размера рамки, и вы боитесь обрезать ее точно по размеру рамки, и она у вас завернулась на обратную сторону, и обратная сторона получилась, скажем так, не совсем эстетичной, можно сделать следующее. При помощи того же двустороннего скотча приклеить обычный листочек бумаги, ну, при помощи двустороннего скотча, и на котором, вот как я для примера сделала, написать какое-либо пожелание тому человеку, которому вы хотите сделать этот подарок, или расписаться, что это ручная работа, что это ваше произведение, вот, поставить дату. Это тоже, ну, один из способов, как можно изящно выйти из положения. Итак, сегодня мы с вами создали аж два подарка ко дню Святого Валентина. Я решила не отставать от этой вакханалии сердечек, которая уже началась во всех магазинах. Надеюсь, что вы подготовитесь. достойно к празднику. А в следующий раз нас опять ожидает сюрприз. Я решила заинтриговывать вас теперь каждый раз. До свидания. До следующей встречи.